Яков Лежавшие около него Потому что из того колодезя поили стада Над устьем колодезя был большой камень Когда собирались туда все стада Отваривали камень от устья колодезя И поили овец Потом опять клали камень на свое место На устье колодезя Яков сказал им пастухам Братья мои, откуда вы? Они сказали, мы из Корана Он сказал им Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова Они сказали, знаем Он еще сказал им Здравствует ли он Они сказали И вот Рахиль, дочь его Идет с овцами И сказал Яков Вот Дня еще много Не время Собирать скот Напойте овец И пойдите Пастите Они сказали Не можем пока Не соберутся Все стада И не отвалят камня От устья колодезя Тогда будем мы поить оверх Еще он говорил с ними Когда пришла Рахиль, дочь Лавана С мелким скотом Отца своего Потому что она Пасла мелкий скот Отца своего Когда Яков Увидел Рахиль, дочь Лавана Брата матери своей И овец Лавана Брата матери своей То подошел Яков Отвалил камень От устья колодезя И напоил овец Лавана Брата матери своей И поцеловал Яков Рахиль И возвысил голос свой И заплакал И сказал Яков Рахили Что он родственник отцу ее И что он сын Ревекин И она побежала И сказала отцу своему Все сие Лаван услышал Яков Сыне сестры своей Выбежал ему навстречу Обнял его и поцеловал его И ввел его в дом свой И он рассказал Лавану все сие Лаван Лаван же сказал ему Подлинно ты кость моя И плоть моя И жил у него Яков целый месяц И Лаван сказал Якову Неужели ты даром будешь служить мне Потому что ты родственник Скажи мне, что заплатить тебе У Лавана У Лавана же было две дочери Имя старшей Лия Имя младшей Рахиль Лия была слаба глазами А Рахиль была красива Станом и красива лицем Яков полюбил Рахиль И сказал Я буду служить тебе семь лет За Рахиль младшую дочь твою Лаван сказал ему Лучше отдать мне ее за тебя Нежели отдать ее за другого Кого живи у меня И служил Яков за Рахиль семь лет И они показались ему За несколько дней Потому что он любил ее И сказал Яков Лавану Дай жену мою Потому что мне уже исполнилось время Чтобы войти к ней Лаван созвал всех людей Того места и сделал пир Вечером же взял Лаван Дочь свою Лию И ввел ее к нему И вошел к ней Яков И дал Лаван служанку свою зелфу Служанке дочери своей Ли Утром же оказалось Что это Лия И Яков сказал Лавану Что это сделал ты со мною Не за Рахиль Ли Я служил у тебя Зачем ты обманул меня Лаван сказал В нашем месте так не делают Чтобы младшую выдать Прежде старшей Окончи неделю эту Потом дадим тебе И ту заслужбу Которую ты будешь служить У меня еще семь лет других Яков так и сделал Я кончил неделю этой И Лаван дал Рахиль Дочь свою ему в жену И дал Лаван служанку свою Аллу Служанке дочери своей Рахили Яков вошел и к Рахили И любил Рахиль больше Нежели Лию И служил у него Еще семь лет других Господь Бог узрел Что Лия была нелюбима И отверст сутробу ее А Рахиль была неплотна Лия зачала и родила Якову сына И нарекла ему имя Рубим Потому что сказала она Господь призрел на мое бедствие И дал мне сына Ибо теперь будет любить меня Муж мой И сочела Лия опять И родила Якову второго сына И сказала Господь услышал Что я нелюбима И дал мне из всего И нарекла ему имя Симеон Зачела еще и родила сына И сказала Теперь-то прилепится ко мне Муж мой Посему нарекла ему имя Иуда 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 Теперь-то я вас молю Господа Посему нарекла ему имя Иуда 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 И перестала рождать Иуда Иуда И перестала рождать Редактор субтитров А.Семкин